Тариф 15 с чем-то, это не предел, и его нужно увеличивать на 21, более 21, но они делают эти расчеты, исходя из цен сегодняшнего дня. Ну, видели в Европе, 1000 плюс-минус, у нас 800 с чем-то, да. Я уверен, что ситуация не будет такой радужной. Цены будут расти в Европе. И я читал прогнозы некоторых европейских специалистов, которые говорили, что в следующем отопительном сезоне, осенью, зимой, цена на газ в Европе может достичь 300 тысяч, 3500 евро или долларов за 1000 квометров. Это цена в три раза больше, чем сейчас. Если это произойдет, то вы понимаете, тариф 35-40 лей больше для Молдовы, это может стать реальностью. И с учетом того, что денег на компенсацию не будет, ситуация будет в плачевном бюджете, и Запад не поможет, потому что у них у самих там будет полная катастрофа, что не сказать по-другому. То следующий отопительный сезон, он будет фатальным, смертельным для очень многих. Я говорю не только с точки зрения экономики и так далее. Многие люди просто могут замерзнуть в следующие лет. Поэтому пока не поздно. Я повторю то, что говорю очень часто. Договаривайтесь с Россией о новом контракте на поставки газа. Идеальный вариант получить договор, как у Венгрии тоже. Для этого нужно быть нейтральной, скорее всего. У Венгрии цена 340 долларов на 10 лет зафиксирована. У Сербии 240 или 220, если я не ошибаюсь, зафиксированная цена. Пока не поздно. Оставьте свое высокомерие. И садитесь, договаривайтесь с Российской Федерацией о новом контракте. Более того, мы говорили в первой части передачи по поводу ГСМ. За счет увеличения стоимости и газа, и ГСМ, то есть дистоплива и бензин, бюджет получает на 4-5 миллиардов больше, чем в прошлом году. Хотя бы эти деньги, 4-5 миллиардов, то что вы получаете больше, чем в прошлом году. Берите из бюджета и компенсируйте. Не пару сотен миллионов, то что вы делаете. Берите из бюджета и компенсируйте. Потому что если вы не компенсируете, ну люди опять, откуда они будут платить этот тариф? Поэтому нужно 2 конкретные решения. Первое. Срочно договаривайтесь с Россией. И добивайтесь хотя бы 300-400 долларов. Мы бы договорились. И у нас была бы другая цена на газ. И параллельно продумайте очень четкий и ясный механизм с компенсацией. Не то, как было раньше. Нужен другой. Потому что иначе ни экономика, ни население не справится.